Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. Он внес огромный вклад в становление кафедры истории России в стенах Качегу имени Умара Лива. Ученому историку Кемалу Тикееву исполнилось бы 80 лет. Очередные новинки книжного издательства на национальных языках. С авторами книг пообщалась съемочная группа Вестей и узнала, чему они посвящены. Этот конкурс призван сохранить и повысить художественный уровень репертуара коллективов и мастерства участников. Магия танца вновь собрала юных танцоров. Самбо в школу, как реализуется проект в Карачаево-Черкесии. В 18-й гимназии Черкеска торжественно открыли спортивный зал. Сегодня праздник весны и труда. Жителей Карачаева-Черкесии с 1 мая поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Этот праздник любим всеми поколениями россиян. 1 май всегда объединял многонациональный народ нашей страны. Прославляет труд, соседание, инициативность, стремление двигаться вперед во благо Родины. 1 мая для нас это праздник почета и уважения к человеку труда. Каждому нашему земляку, который в какой бы области ни трудился, делает это на совесть. Коллективам, которые слаженно работая, достигают весомых результатов. Искренняя благодарность всем, кто в меру своих возможностей вносит вклад в развитие родного региона и в строительство благополучного будущего республики. Особые слова признательности старшим поколениям, которые заложили основу развития региона. Все те успехи, которыми может гордиться наша республика, есть результат наших с вами общих усилий и труда. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с председателем Союза Карачаева-Черкесской объединения организаций профсоюзов Раиса Айбазовой. Глава поздравил ее лично и многотысячный коллектив профсоюзных организаций с праздником весны и труда. Который является праздником для всех, кто трудится и тех, кто защищает интересы трудящихся. Рашид Тимрезов отметил, что последние годы были непростыми как для России, так и для нашей республики. Но, несмотря на это, снизился уровень безработицы и продолжилась работа в направлении создания новых рабочих мест. В этом процессе важную роль играют профсоюзные организации. Защита от трудовых прав граждан, улучшение условий труда, социальное партнерство с органами власти. Основные задачи, которые всегда стояли перед профсоюзами. Глава республики поблагодарил Раису Клыч-Гиреевну, лидеров отраслевых профсоюзов. Их представителей на местах за совместную работу и выразил уверенность в том, что и дальше их деятельность будет продуктивной, активной и на благо тем, кто трудится. Он был у истоков становления исторической науки в республике. В этом году исполнилось бы 80 лет видному ученому-историку, первому карачаевцу, получившему ученую степень доктора исторических наук Кямалу Мусаевичу Тикееву. Большую часть своей жизни он проработал в КЧГУ имени Умара Лива и внес огромный вклад в становление кафедры истории России в стенах родного вуза. О жизни ученого-историка подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Он был образцом, увлеченного своим делом научного работника. К юбилею профессора Кимала Тикеева сотрудники библиотеки КЧГУ организовали выставку его научных трудов. Историк-ученый Кимал Тикеев постоянно находился в экспедициях, собирая этнографические материалы в высокогорных карачаевских и балкарских аулах. Он был энергичным и грамотным преподавателем, который умел увлечь студентов исторической наукой, отмечает доцент кафедры истории КЧГУ Лариса Тикеева. Кимал Мусаевич – это уникальная личность. Я без преувеличения могу сказать, что он повлиял не только на меня, на мой выбор жизненного пути. Наверное, он повлиял на мировоззрение абсолютно, ну, не ошибусь, если скажу, 90% наших студентов. Дело в том, что когда мы пришли впервые на исторический факультет, мы встретились именно с Кимал Мусаевичем. Это был первый человек, который дал нам первую лекцию. Лекция была высочайшего уровня. Этот человек был настолько огромным мировым кругозором, настолько он умел преподнести, умел рассказать, заинтересовать своим предметом. К его работам и сегодня мы обращаемся, так как он вел огромную исследовательскую деятельность. Можно сказать, что профессор Кимал Тикеев был собирателем богатой духовной культуры карачаевского народа, уверяет сотрудники исторического факультета, которые лично знали Кимала Мусаевича. Труды у него были разные по этнографии. Самый, наверное, известный – это традиционная, это карачаевский балкарцы, традиционная система жизнеобеспечения, монография, которую он выпустил в 89-м году. И действительно, это довольно фундаментальный труд по этой теме, в которой Кимал Мусаевич продемонстрировал не только знание темы, не только глубоко ее исследовал, но и еще анализировал, дискутировал на страницах своей монографии со своими предшественниками. Он прививал любовь к этнографии и взрастил многих известных ученых-историков. В нашей памяти Кимал Мусаевич останется таким же энергичным подвижником науки нашей республики. Алихан Лепшоков, Ислам Румов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Доме печати состоялась презентация новинок республиканского книжного издательства. Авторы четырех книг рассказали о своих произведениях и процессе их создания. Подробности у Али Баташева. Солнце и радуга на яркой обложке. В книге Мурата Братова «Солнечный дом» детские стихи на черкесском языке. Она адресована маленьким читателям от трех лет. Автор работал над книгой два года. Тема разнообразная, чтобы было смешно, чтобы задевалась, чтобы в каждом маленьком кусочке был парадокс. Чтобы ребенок начал смеяться и радоваться жизни. Книга «Как закаляется золото» Татьяны Братковой – это художественно-публицистический роман о нашем выдающемся соотечественнике. Герои соцтруда, депутате Верховного Совета СССР, изобретателе, строителе-миллиораторе Николай Браткове. А еще это произведение о духовно-нравственных ценностях народа, истоках его героизма. Отец говорил, Николай Михайлович Братков говорил, что все, что я делаю, я делаю вместе с народом. И в этой книге, благодаря... Эта книга практически достоверные факты. Я очень стараюсь, чтобы это были действительно достоверные факты, потому что в условиях, когда фальсификация истории происходит в Западе, что угодно говорит о нашей России, мне очень важно было, чтобы были проверены достоверные факты. Теме Великой Отечественной войны посвящены две новинки. Это книга Юрия Кореневского «Хроника войны на Северном Кавказе» и «Летопись мужества» автор-составитель Светлана Найманова-Булгарова. Создавая эту книгу, я хотела сделать не просто сведения об участниках войны, а сделать ее своеобразным литературным памятником нашим землякам. В издании включен генуарно-художественный и устративный материал, статьи из книг и периодической печати, воспоминания ветеранов, тоже не как тыла, фотографии, фотоснимки, памятников и обелисков участников войны на территории Наймановского района. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить и от имени писательского сообщества наших авторов и выразить слова благодарности книжному издательству в лице Розы Баттиновны, которая умеет это делать, которая уже несколько раз приглашает на праздник книги. Публикация книг – это не только заслуга таланта авторов, но и усилий профессиональной команды республиканского книжного издательства, которая только с начала этого года выпустила 10 новых книг. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, дождь, ночью в отдельных районах сильный. Ветер северо-восточный с переходом ночью на запад на 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 5, в горах местами 0, минус 5, днем плюс 9, плюс 12, в горах плюс 7, плюс 9. В Черкесии переменная облачность, дождь, ветер северо-восточный с переходом ночью на западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем 9-11 градусов тепла. Магия танца вновь покорила зрителей своей грацией и артистизмом. Во Дворце культуры из Жигуты состоялся очередной республиканский фестиваль-конкурс на лучший танец, где хореографические коллективы показали свое мастерство. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. 500 участников со всех уголков Карачаева-Черкесии собрались сегодня, чтобы продемонстрировать свой талант, грацию и артистизм. Ребят переполняли эмоции. Для кого-то из них это первая большая сцена. Кто-то смело знакомится с товарищами по цеху, кто-то тайком перенимает опыт у других конкурсантов. Но всех их объединяет одно желание – выступить достойно и забрать свой кубок победы. Когда мы бываем на таких конкурсах, я чувствую, что каждый раз я прихожу сюда впервые. Для меня это значит очень многое, потому что я получаю очень хорошие эмоции, и мне это очень нравится. Конкурс «Магия танца» призван сохранить и повысить художественный уровень репертуара коллективов и мастерства участников, повысить профессионализм руководителей хореографических коллективов, а также дальнейшее развитие любительского хореографического искусства. Очень отрадно, что в нашей республике такое огромное количество хореографических коллективов, детских коллективов. Это хорошее подспорье для взращивания будущих танцоров, будущих солистов государственных ансамблей нашей республики. Фестиваль-конкурс проводился по двум основным жанрам – это народный и эстрадный танец. Оценивала конкурс профессиональное жюри, состоящее из ведущих специалистов хореографического искусства республики, а также специалисты РЦНК. По итогам фестиваля конкурса победителей было в нескольких номинациях и в возрастной группе. Всех их наградили дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени и специальными призами жюри и РЦНК. Альбина Курачинова, Кенжи Валек Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия, Усть-Жигута. Всероссийский проект «Самбо в школу» расширяет масштабы. В 18-й гимназии состоялось торжественное открытие детского спортивного зала. Дарья Тандитс, место события. Говорим «самбо», слышим «Россия». В 18-й гимназии состоялось торжественное открытие нового детского зала «самбо». Помещение полностью оборудовано для комфортного и безопасного занятия спортом детей младшего школьного возраста. «Самбо» закаляет настоящих мужчин, воспитывает хороших, достойных друзей, товарищей. Поэтому я вам желаю успехов в спорте, в учебе, всего самого хорошего. Политическая партия «Единая Россия» запустила проект «За самбо». Его координатором стал заместитель министра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров. Главная задача всероссийского проекта «Самбо в школу» – это популяризация и масштабное привлечение детей. «Здоровая нация – это то, к чему мы стремимся. Самбо не только воспитывает спортсменов, это патриотическое воспитание молодежи», – отметил Мурат Агиров. Начальные классы детишек, они даже занимаются без самбола, без курта. Их учат пластика, гимнастика, кувырки, самостраховка. Первые шаги спортивные. У наших детишек большая перспектива стать олимпийскими чемпионами. Тяжело в учении, легко в бою. Мурат Храчев знает секретную тактику победы. Он обратился к юным спортсменам с наставлением не пропускать тренировки, выполнять работу до конца и слушать своего тренера. Желаю вам самых больших побед, чтобы вы представляли не только наш регион, но и нашу страну на самых высоких спортивных аренах и показывали самые высокие спортивные результаты мирового масштаба. Удачи вам! Этот вид спорта безопасен для детей. Юных спортсменов научат решать конфликты мирным путем, а также постоять за себя. Воспитанники Ричарда Татоева самбо занимаются уже 4 года и стремятся к новым победам. Спортсмены рады, что смогут заниматься в новом зале. Выиграл СКФО и хочу попасть в сборную России. Да, я рад. Я нашел много друзей и тренера тоже очень хорошие. Торжественная церемония закончилась показательными выступлениями юных самбистов. В ближайшем будущем в республике откроются и другие спортивные залы по самбо. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. И последнее. Указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова 3 мая день возрождения карачаевского народа объявлен нерабочим днем. Работа в этот день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма. Вы мне подходите. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова